Светлана Сафонова работает педагогом в лицее номер 67. Она никогда не поставит двойку и не будет ругать за плохое поведение. Все потому, что Светлана педагог-психолог. Желание работать с детьми появилось у нее еще до поступления в университет. Именно в лицее я могу раскрыть не только, вернее могу отработать не только с конфликтами детей, какими-то проблемными ситуациями, но и раскрыть детей, их одаренность, их умения, навыки, которые помогут им на самом деле стать жизнью более успешными, помочь обрести себя, свое «я», ну и раскрыть ребенка как личность. В арсенале психолога есть не только групповые тренинги, но и индивидуальные занятия. Ребята не стесняются обращаться за помощью к незнакомому человеку, даже с самыми щепетильными проблемами. Дети могут быть абсолютно уверены, все, о чем говорят в кабинете психолога, никогда не выйдет за его пределы. Все обращения у нас строго конфиденциальны. Каждый из детей знает, что проговорив в кабинете психолога об определенной проблеме, эта проблема не выйдет за двери кабинета. Если единственное, это угрожает жизни и здоровью ребенка, соответственно, мы подключаем работу с родителями. Старшая школа, время сильных стрессов и душевных переживаний, учебная нагрузка, плюс непонимание родителей, а еще желание как можно скорее реализовать себя в жизни. Порой без помощи квалифицированного специалиста, который поможет все разложить по полочкам, не обойтись. Ну, я еще к психологу не обращалась, но, мне кажется, могут настать такие моменты, когда я к нему обращусь. Все-таки скоро у нас ЕГЭ, экзамены, и это волнительно, это страшно. И кто знает, что там будет в мае уже перед самими экзаменами. Поэтому я думаю, что, может быть, я когда-нибудь обращусь. К сожалению, не каждая школа может похвастаться наличием в штате психолога. В небольших учреждениях его обязанности зачастую выполняет один из учителей, если, конечно, имеет для этого профильное образование. Если говорить о вакансиях, конечно, сегодня не на 100% вакантные места заполнены, но вот в более чем 40 школах, это где-то 80%, у нас психологи работают. Остальных мы психологов ждем и ждем молодежь. Недавно руководство школы отправило Светлану Сафонову на курсы повышения квалификации по программе медиации. Это умение улаживать конфликтные ситуации. Каждый день она самосовершенствуется, а главное – помогает детям справляться с самыми разными проблемами. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.